Здравствуйте, меня зовут Белоусова Маргарита и я вам хочу рассказать о своей задаче о использовании нейронных сетей для распознавания маневров летательного аппарата по инерциальным датам. Соответственно, что же мы имеем? Мы имеем полеты на пилотажных самолетах, вот здесь, 342, Ан-2 и Пайпер Ка-22. Соответственно, в процессе полета данных летательных аппаратов при помощи обычного смартфона записывались инерциальные данные. Всегда при помощи, конечно же, одной и той же программы, одинакового устройства. Соответственно, что же мы имеем? Мы имеем в процессе полученные записи, временная шкала, временная метка, соответственно, три координата вектора угловых скоростей и три координата вектора, собственно, ускорения. Также мы имеем запись видео с синхронизированной временной меткой. То есть у нас есть отдельная запись для видео таймстэм и, соответственно, тот же самый таймстэм для записи инерциальных данных, чтобы это все можно было совместить воедино. Соответственно, вот мне наши записи. Что же мы хотим с ними сделать? Мы хотим, соответственно, в каждый момент времени сказать, какой именно маневр в данный момент выполнялся пилотом. Чтобы затем эти записи использовать для создания динамической имитации полета летательного аппарата на тренажере, который включает в себя какой-либо определенный динамический стенд. Соответственно, с заданными алгоритмами динамической имитации. И мы в зависимости от того, какой маневр выполняется, выбираем соответствующий алгоритм. Соответственно, как вы понимаете, вручную все это делать довольно сложно. Это довольно кропотливый, долгий труд. Соответственно, на личном опыте выяснилось, что если отсутствует видео, на котором есть именно горизонт или хотя бы авиагоризонт, такие записи разметить очень сложно и, в общем-то, практически невозможно. Либо же мы в процессе полета должны заставлять пилота, чтобы он как-то нам сообщал, какой маневр он выполняет. Но, простите, это, собственно, опасно. Отвлекать пилота от его, собственно, работы. Соответственно, нам надо решить эту задачу, как-то не мешая пилоту выполнять его работу. И, собственно, меньшими усилиями. Ну и также как-то разобраться с теми записями, которые так уж вышло, что у нас получились без корректного видео. Ну, так вышло, что в какой-то момент видео смотрело не за стекло. Соответственно, что же делать с этими записями? Соответственно, использовать какой-то классификатор для соответствующей размера. Собственно, как выглядят наши данные. Первый столбец – таймстеп. Соответственно, три компонента угловой скорости, три компонента ускорения. Ну, здесь, правда, уже добавлены меглы. Это уже, собственно, разничная часть. Соответственно, какие данные у меня имеются? У меня изначально имелись данные чуть больше 20 полетов различных летательных аппаратов. Ну, так уж вышло, что как раз из-за того, что видео были записаны некорректно, некорректно были записаны в целом данные, потому что люди телефон в процессе держали в руки, и сами понимаете, данные получались, мягко говоря, не очень хорошие. Соответственно, в итоге, в том числе с записями полетов этого года, одного из полетов, одного полета этого года, получилось 8 записей полета летательных аппаратов. Причем стоит отметить, что в этом году мы писали полет с двух устройств, с двух одинаковых устройств, то есть одинаковая марка, модель, одной и той же программы. Правда, вышло так, что немножечко не досмотрели, и одно из устройств писалось с частотой 50 Гц, а другое с частотой 500 Гц. Ну, мы это уже обнаружили после полета. Ну, и, собственно, у нас было предположение, что мы пишем с двух устройств, чтобы посмотреть, насколько будет корректно это все, и чтобы в том числе сравнить, как же изменяются данные, если мы фиксируем устройство в разных частях самолета. Соответственно, что же мы имеем? Изначально мы имеем 15, данные 15 голосов, и, собственно, вот такого вида. Сразу пришла в голову мысль, что необходимо добавить по столбцу для величины соответствующих векторов угловых скоростей и ускорений, что, соответственно, улучшило получаемый результат. Также применялись скейлеры, то есть мы стандартизировали данные, рассматривались различные варианты стандартизации, проводилось объединение некоторых классов, в частности, по причине того, что данные некоторых классов встречались довольно редко. И, соответственно, был очень сильный дисбаланс классов. Объединение нескольких похожих классов, в общем-то, немножечко улучшило ситуацию. Соответственно, что изначально было? Здесь уже приведены, так сказать, объединенные классы. Соответственно, изначально были разделены взлет-посадка на разные классы, были виражи влево-вправо на разные углы. Соответственно, виражи на разные углы были объединены в один класс. И, соответственно, вот последний класс акробатика. Вот с ним, наверное, он наиболее в этом плане интересный, потому что там, получается, были несколько, ну, для пилота, конечно же, несколько различных маневров, да, но мы это просто внесли в акробатику. Ну, и стоит здесь отметить, что акробатика вообще встречается только в записи одного полета. Но в данном случае его выкидывать нельзя, отчасти по причине того, что именно вот эти данные, они не могут быть отнесены к данным другого класса. Естественно, в акробатике, да, если у нас влево-вправо говорят, что мы просто наклонили самолет и как бы разворачиваемся, да. Соответственно, в акробатике это могут быть какие-то горки, да, самолет может быть просто встать вертикально, потом упасть на бок, да. Соответственно, эти маневры отделяются. Вот, соответственно, мы имеем 9 классов. Соответственно, были рассмотрены различные варианты того, как можно решить задачу, но было решено прийти к варианту, когда мы рассматриваем данные патчи. То есть что мы делаем? Мы берем 50 строк записи. Соответственно, это соответствует где-то одной секунде полета, потому что у нас вот большая часть файлов, да, писала с частотой 50 Гц. Тот файл, который был записан с частотой 500 Гц, он был разделен на 10 файлов, соответственно, вот через один, да. То есть вот там первая строчка в один файл, вторая в другой, там вот так вот первые 10, потом 11, первый файл, и вот таким образом, да. То есть каждый десятый пошел в один файл. Ну да, здесь можно сказать, что это некоторый такой сборный момент, но так уж вышло, что данных оказалось не слишком много в целом. Вот, и поэтому с этим вот связаны некоторые сложности. То есть в целом не так уж много данных, особенно для определенных классов. Вот. Соответственно, что же еще проводилось? Помимо того, что формировались патчи, патчи формировались не просто так. Было сделано разбиение отдельно на маневры. Соответственно, вот вся запись отдельного маневра делилась на 4 равные части. Ну вот там от начала 25%, дальше еще 25%, 25% вот на 4 равные части. И, соответственно, вот края выкидывались. Потому что это еще как бы некоторые такие переходные моменты, да. То есть где-то, допустим, мы начинаем уже вираж 30 градусов, да, но мы как бы выходим на это состояние из какого-то прямолинейного движения. И здесь уже даже, в принципе, когда мы вручную это размечаем, сложно отметить вот где, собственно, закончился вот этот момент прямолинейного движения, и мы начали выполнять уже вираж. Вот, соответственно, брались вот только центральные части каждого маневра. Из центральных частей каждого маневра формировались патчи. Да, стоит сразу сказать, тайм-стенд сразу выкидывался. То есть он в патчах не присутствовал. Соответственно, вот сформировались патчи. Стандартизация, да, один из вариантов скейлера. И, соответственно, для вот таких патчей брались несколько вариантов классификаторов. Вот, соответственно, здесь они представлены. Также были еще варианты SPM и Гауссовский, но, однако, на их обучение тратилось слишком много времени, и довольно часто среда просто выпадала, поэтому было решено отказаться от сравнения, от использования этих классификаторов. Хотя на небольших частях данных, в общем-то, они давали весьма неплохой результат. То есть когда мы берем не все файлы, которые у нас имеются, а, допустим, только один файл, и смотрим на данных только одного файла. Соответственно, брались различные типы классификаторов, подбирались для них гиперпараметры при помощи оптуна. Соответственно, здесь у нас классификаторы, в общем-то, все, кроме двух последних, были взяты из пакета эскалер. Да, соответственно, полносвязные и сверточные нейронные сети реализовывались уже вручную, соответственно, с настраиваемыми параметрами. Соответственно, размерность слоев и так далее, и так далее. Вот, соответственно, результаты обучения. Ну, так, здесь это приведено, так сказать, на картинках. Здесь рассматривалось несколько различных метрик. Соответственно, да, забыла сказать, что данные разделялись на обучающую тестовую выборку, соответственно, 80-20%. Для подбора гиперпараметров обучающая также разбивалась на соотношение 80-20%. Соответственно, тестовую часть для оптуна мы не пробовали. Вот, соответственно, здесь приведены вот разные, ну, так, картинки, да, различные значения метрик. Понятно, что только точность, она не дает, так сказать, корректной информации о том, насколько же действительно хороша данная классификация. И стоит сказать, что вот здесь, да, рассматривались вот precision, recall, да, взвешенный коэффициент жаккара, и также еще вот использовалось минимальное значение вот рассматривалось коэффициента жаккара, потому что важно было, чтобы все-таки ослежив, ну, именно классифицировались все маневры. Ну, и особенно эта проблема появляется в частности из-за дисбаланса, да, из-за большого дисбаланса. Мы можем получить хорошую точность просто за счет того, что у нас нейросеть хорошо ловит прямолинейное движение, да, но зачем нам нужна такая осеть, да, например. Вот, ну, и стоит сказать, что и параметры, гиперпараметры также подбирались, то есть ее минимизировалось, взятое со знаком минус минимальное значение из-за коэффициентов жаккара. Вот, когда мы берем невзвешенное, да, вот, соответственно, у нас появляется вектор и берется минимальное из этих значений со знаком минуса. Соответственно, если оно по модулю будет больше, значение будет меньше, соответственно, мы говорим, что у нас лучше классифицируется даже вот тот класс, для которого, ну, соответственно, результат наиболее хуже. Вот, соответственно, на тестовой части дата-сета лучший результат, в общем-то, с точностью в 99% получается у полносвязной сети. Здесь, конечно же, вот приведены вот слайды для различных вариантов скалирования, да, здесь, соответственно, ну, логично, что хороший результат получается для стендерски и для намастного. Соответственно, вот у нас получается лучший для стандартного лима рабаса. Соответственно, также минимальное значение коэффициента жаккара, оно вот тоже где-то в районе 9 десятых. Вот, то есть получается довольно неплохой результат. Стоит, конечно, сразу отметить некоторый момент, чтобы проверить это на каких-то данных полетов, которые в целом, вот данные отдельных полетов, которые не участвовали при обучении, здесь, конечно, есть сложность. Да, если я вот выкидываю одну из записей этих 8 полетов, то у меня получается довольно большой дисбаланс, и если выкинуть, допустим, определенный полет, у меня, допустим, полностью пропадает класс акробатики. В этом есть проблема. Поэтому было решено не выкидывать отдельные файлы из рассмотрения. Но, да, именно на данных отдельного полета, которые вообще никаким образом не участвовали в обучении, получается, мы посмотреть не можем. Я могу только запустить на данных одного из полетов, которые уже использовались. Я могу сказать, что вот у меня, ну, я так схематично изобразила, да, я могу сказать, что примерно половина этой записи у меня использовалась либо для обучения, либо для теста. Вот. Соответственно, вот эти вот края, которые я выкидывала, да, у меня, получается, они все равно не рассматривались. Да, но даже вот на таком файле у меня получается точность порядка 90%. Видно, что вот здесь вот, получается, как бы ошибки, да, на границах определенных вот маневров, да, и вот есть некоторые отдельные выпады. Вот. Соответственно, вот такой результат получен. Понятно, что здесь, наверное, хотелось бы больше данных получить, но вот с тем, что имеем. Насчет того, чтобы как-то дополнительно проверить и опубликовать результат, все-таки будут проводиться еще данные полетов. Я надеюсь, что я смогу, так сказать, записать еще данных, именно провести, вот, посмотреть на результат, на результат предсказания на каком-то файле, который не использовался для обучения. Соответственно, при таком результате я уже смогу что-то добавить, да, добавить это в текст и, соответственно, опубликовать. Тогда, ну, этот результат будет звучать, так сказать, не слишком спорно, как звучит он сейчас, наверное. Вот. Ну, правда, есть такой нюанс. Была, конечно, еще интересная идея использовать для генерирования синтетических данных, какие-то записи, допустим, сделанные при помощи Microsoft Live Simulator, но это, скажем честно, совсем другая история. В конце концов, у нас отсутствуют шумы, появляющиеся из работы двигателя и прочие-прочие подробности. Поэтому тоже, наверное, не очень хорошо такие данные используются для обучения. Это, наверное, все. Спасибо вам большое. По партию, если я ошибаюсь, хотя на самом деле не был код, поэтому я думаю, что я не знаю, что я прошу. Вы берете какой-то элемент, убираете у него края, после чего нарезаете на патч и кладете это в вашу выводку, а потом делаете кафол, который у вас перемешивает патч, и тренируется, валидируется, тренируется, валидируется, тренируется, валидируется. Ну, или просто разбивается. Перемешала, разбила на одной части, учила, на другой проверила. В таком случае вас ждет очень сильное разочарование на следующих данных, которые к вам придут, которые не были в вашей тренировочной выборке, которые просто в причине, чтобы вы перемешали ваши данные, и вот у вас два соседних патча, между ними патч попал в валидационную. Ваша модель не учится ничего предсказывать, она учится аппроксимировать между двумя соседними патчами. Искор, который вы видите в вашей работе, это не скорбе предсказание, это скорая аппроксимация между соседними патчами. Подождите, патч, можно было еще раз? У меня есть, ну я перемешиваю патчи. Я смотрю, что у меня вот каждая строка из патча у меня имеет один и тот же класс. Я, конечно, за этим слежу. Так, у меня получается, я их... сможете это еще раз объяснить? У вас есть один элемент, который имеет определенную продолжительность. Да. А вы с ним произвели некоторые манипуляции, на самом деле неважно какие, но вы взяли весь этот элемент как таймсервис, как временно в последних патчах. И вы говорите, что окей, весь этот элемент, это у меня класс 5. Теперь я беру этот элемент, это один элемент, сделанный одним человеком на одном самолете и, во-первых, прямо в конкретный участок времени, даже не другая попытка того же человека на том самолете. Вот вы берете этот таймсервис и вместо того, чтобы его весь положить, все патчи из него положить в тренировочную выборку, вы берете, нарезаете его на патчи, то есть один патч, второй патч, третий патч, четвертый патч. И часть из них случайным образом идти в тренировочную, часть вольдосионную. Дело в том, что в этом случае задача перестает быть задачей предсказания какого-то элемента, превращается в задачу аппроксимации между двумя соседями патчем. То есть ваша модель научилась просто вот этот патч, вот следующий патч, а не оба класса 5. Вот между ними тоже класса 5. Вот все, что ваша модель учится, это найти вот этот участок между ними. Это можно сделать, я не знаю, регрессии на Дарайо Вайц, 20 у нас с точностью почти полной. А предсказательная возможность у этого варианта будет, опять же, когда вы возьмете Дарайо на Дарайо, это увидите. Что в целом точность была 80%, но у меня там получается, ну вот была история, что вот некоторые части отдельного класса выпадали, он их путал. Ну вот у вас здесь заявляется 98%, а это сколько вы сказали? Ну вот если вот чисто вот на вот этот... Между ошибкой 2% и ошибкой в 20% колоссальная резинция. Ну это да, это я понимаю. А плюс-то всему вы опять же на этот скорбь смотреть не можете. То есть у этих 98%, а другая, ну вот, взяли там, то есть у рандом фореста, еще что-то, и у вас рандом фореста 98%, а у чего-то, у какой-нибудь там, свм-а 99%. Вы никак не можете судить о том, что будет на другом файле, может быть ровно наоборот. То есть у вас даже корреляции между этими ответами на валидации и на тесте не будет. И это большая проблема. Как я понимаю, 9 полетов, 8 полетов, а 9 записей. Было 2 записи одного полета, одна из них 500 Гц, другая 50 Гц. И вы вот эту вот запись, которую 9, разбили на 10 записей. Там у вас получилось, что записи отличаются друг от друга на 2 миллисекунды. Да, есть. На ну, как бы, и у вас вот эти вот данные из вот этой, вот этой 9 разбитой записи, вот я понимаю, пошли в трейдинг-тест и абсолютно еще перемешано. То есть у вас, во-первых, все переобучилось на вот эту вот 9 запись, потому что ее стало больше, чем, в принципе, всего, чтобы, ну, всех остальных записей. Это первое. А второе, у вас как бы нету такого, у вас могли значения там сдвигнутые на 2 миллисекунды попасть в тест и в трейд. То есть там даже не аппроксимация между патчами там по сколько-то там, по секунде, а аппроксимация между патчами по 2 миллисекунды. И вот достоверность данных просто... Ну да, здесь вот есть такая сложность. Я понимаю, что здесь вот все это сильно спорно, вот, и вот я пробовала другие разные варианты, но вот получается, что очень мало данных, я начинаю что-то вот отдельно откладывать, и у меня остается прям мало данных. А вы не пробовали вот эти вот эти симулированные данные, попробовать изначально обучиться на них, а потом, да, обучаться на... Ну, вот дело в том, что с этими симулированными данными там надо сначала разобраться, ну, это такая, скажем честно, геморройная история, чтобы вот к этому флайт-симулятору прикрутить, собственно, запись данных, да, ну, хотя бы вот в том, в каком-то виде. Да, соответственно, это же надо еще вытащить. У меня опять-таки нет, вот, собственно, шумов, которые у меня присутствуют. У меня также точно не будет класса телефон в руке, когда у меня вот происходит не пойми что, когда люди там телефон просто устанавливают, да, еще как-то двигают, еще что-то. У меня этих классов все равно получается не будет, да. И, собственно, да, мне надо, ну, не то, чтобы самой полетать, да, вот просто как я предполагаю, как это должно быть правильно, да, а мне надо все-таки попросить как-то пилота, чтобы он это налетал. И с этим тоже есть некоторая сложность, да, потому что мне в целом, чтобы просто провести разметку, чтобы мне просто рассказали, что, как происходило и почему, понадобилось довольно много времени, и мне там с ним две недели договаривались, просто на каждый следующий день встретиться, и вот с этим тоже сложности были. Поэтому вот приходилось как-то выходить из ситуации своими силами, я думаю, вот как умели. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.